Что с материалами? Есть какие-то проблемы с поставщиками, с на стоимостью? Андрей Иванов интересуется у подрядчика, все ли идет по плану. Совсем скоро здесь в Кубинке должен появиться новый современный детский сад. Объект строится по программе губернатора Подмосковья. Проверить ход строительства глава муниципалитета отправился вместе с представителями общественного совета по вопросам модернизации и развития инфраструктуры военных городков. Мы вместе с депутатами, с родителями постоянно проверяем ход строительства, помогаем подрядчику, если возникают какие-то сложности, с закупкой материала, с импортозамещением, с выставанием коммуникации, с поставщиками оборудования и так далее. Сегодня еще раз подрядчик подтвердил, что никаких проблем ни по одной из позиций нет. В дошкольном учреждении будут музыкальные и спортивные залы, помещения для кружковых секций, медицинские кабинеты, игровые и спальные. Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена безбарьерная среда. Важно и то, что почти все материалы отечественного производства, подчеркнул руководитель муниципалитета. По детским садам мы уже давно работаем с импортозамещением. У нас вся мебель подмосковного производителя, все фасады, которые применяются, это либо Белоруссия, либо Россия. Бетон, арматура – это все российское. Отделочные материалы давно тоже производят в России. Мы практически ничего не брали импортного. Ну, возможно, какое-то вентиляционное оборудование. Но сейчас тоже находим аналоги. И здесь, еще раз повторю, никакого сбоя и проблем не будет. На объекте в Кубинке работают 50 рабочих и 4 единицы техники. По плану строительно-монтажные работы завершатся в ноябре, а в декабре состоится открытие нового детского сада. Екатерина Крамор, телекомпания «Одинцова».